Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-Банка с новыми преимуществами. Теперь с кэшбэком за все покупки и бесплатным снятием наличных. Друзья, всем огромный привет! Я очень рада, что вы зашли к нам на канал. И, конечно же, сегодняшнее видео я, наверное, сразу начну с нашей новостью. Вы уже многие поняли по названию, о чем пойдет речь о ком. Да, дорогие, мы ждем наше десятое чудо нашего малыша. И я очень этому рада. Это просто, знаете, такие эмоции, это счастье. В общем, многие из вас догадывались, писали в комментариях, спрашивали, ждем ли мы пополнения. Вот, честно, первый триместр говорил только самым близким, самым родным. Все хорошо. Сейчас я чувствую себя прекрасно. У меня прошел токсикоз. И, конечно, у меня были периоды, когда я не выкладывала видео. Многие из вас обижались на меня, что я не выкладываю регулярно. Но, девочки, было мне так плохо. У меня был такой токсикоз, что чувствовала я себя постоянно в таком состоянии, как будто у меня сильно укачало. И такими вот скачками. Когда мне было получше, я могла, я снимала. А когда мне было плохо, конечно, было не до съемок. И сказать вам еще не могла. Поэтому спасибо за ваше терпение, кто остался с нами и продолжает смотреть наши видео. А, конечно, еще было плохо от жары. Именно была духота. И вот когда мы поставили кондиционеры, мне стало значительно легче. Ну и плюс уже токсикоз начал отходить. Вот такие вот у нас новости. Уверена, будет очень много от вас поздравлений. Спасибо вам большое. Еще огромное вам спасибо за поздравления. С днем рождения Пети. Вы столько всего написали. Многие прям растрогались, когда мы дарили подарок Пете. Да, мой хороший. А ты ел мороженое? Нет. Можно. Мама, я бы ел. Хорошо. Иди мороженое кушай. Андрюшенька. Кто-то растрогался, когда мы дарили подарок Пете. Прям прослезился. Многие писали. Вы знаете, да, все дети разные. Так же, как и взрослые. И есть взрослые, которые сдержанные, так же, как и дети. А есть, наоборот, показывают свои эмоции. И как раз Пете, он всегда показывает свои эмоции. Спасибо вам огромное за ваше поздравление. Пете, было очень приятно. Я ему читала ваши комментарии. Огромное вам всем спасибо. На дворе уже август. А значит, вот-вот нужно начинать подготовку детей к школе. Купить школьные принадлежности, форму, взять учебники. А еще заранее подыскать преподавателя по математике, по русскому, по английскому. Нам для Машеньки нужен преподаватель по английскому. Кстати, о преподавателе. Для многих родителей выбор преподавателей и репетитора для ребенка – это очень долгий процесс. Поэтому сегодня я хочу познакомить вас с онлайн-сервисом для поиска специалистов «Профи». Здесь более 700 тысяч репетиторов по всей России. А многие из них оказывают свои услуги дистанционно. На «Профи» все просто. Для начала создайте заказ, расскажите, что вас интересует и что вам нужно сделать. Опишите сроки и бюджет, который вы готовы потратить за занятия. Ну а дальше специалисты начинают присылать вам отклики. Выбрать подходящего можно по рейтингу, можно по отзывам, образованию. В чате со специалистом вы можете дополнительно пообщаться и уточнить все детали. Можно найти как недорогого, но классного студента, который преподает в свободное время, так и преподавателей из ведущих вузов. Также можно заниматься с репетитором другого региона не очно, а онлайн. Многие любят такой формат и не видят разницы в качестве обучения. А такой способ выходит бюджетнее. На «Профи» специалистов реально много. Здесь есть не только репетитора, но и мастера ремонта, красоты, бухгалтеры, юристы, фитнес-тренеры и многие другие. Однозначно рекомендую «Профи». Это сервис, который выручал нашу семью не один раз. Например, когда нам нужно было въезжать в наш дом и привезти его в порядок. После ремонта как раз нашла специалистов на «Профи». А если вы профессионал своего дела, то для вас есть отдельное приложение, где можно искать клиентов и заказы. Ссылки на оба приложения я оставлю в описании под видео. Пусть ваши дела исполняются с «Профи». Перенесемся с вами в другой день. Здесь я начинаю готовить завтрак. Настя проснулась где-то в 6 утра. И я вижу, она уже взбодрилась. Я, конечно, не очень, но я вижу, все, она уже не уснет. И думаю, надо вставать. Пошла с ней в зал. В это время проснулась Маша. Она очень любит малышей, любит играть с Настюшей. И вот как раз, пока я готовила завтрак, она с Настенькой играла. На завтрак у нас будет овсяная каша. И я решила еще испечь блинчики. Давно не пекла. Думаю, пока есть время, напеку. Когда у меня в кадре мелькает вот эта вот кастрюля, часто про нее спрашиваете. Это Икея. Она эмалированная. И бывает, что каша пригорает. И если я чувствую, что дно начинает пригорать, я в сторонку кастрюлю убираю. Так, на несколько секунд. И каша отходит. Все нормально. Потом на место ставлю, на плиту и все. А бывает, иногда он сильно пригорит. И тогда я отмываю кислородным отбеливателем, чтобы не портить кастрюлю. Ой! Так, с кастрюлей молодец. Ну так, с кастрюлей. Ну, давай. Ну, молодец. Селестэмэйт, а ну, не кастрюлей. Селестэмэйт, а ну, не кастрюлей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Каша у меня готова и начинаю печь блины. Я уже поставила разогреваться сковородки. Я пеку блины из 1 литра молока, 3 яиц и муку добавляю на глаз. Соль, сахар тоже. Но сахара я немножечко совсем добавлю, потому что блинчики будут со сгущенкой. Меня часто спрашивают по поводу плиты, индукция у нас или электрическая. У нас обычно электрическая плита, варочная панель. И спрашивали, почему мы не стали газовую плиту делать. Хотя у нас есть газ в доме, вот чисто из-за безопасности, не знаю, я как-то испугалась газовую плиту. Здесь показываю тарелочку, мне подарила моя подруга, она сама занимается посудой. И вот сколько уже лет 6 у меня она хранится, пока не разбилась. И всегда, когда пеку блины, в основном достаю ее, она мне очень нравится. Пока пеку блины, расскажу, что у нас было за эту неделю, пока я видео не выкладывала. У нас были гости, к нам приезжала Инночка с мужем, с детками. Также приезжала Анюта тоже. Правда, ненадолго, к сожалению, но так поболтали, посмеялись, как всегда. Также приезжала Сережина сестра в гости, заезжала. У нас Таечка была в гостях, и вот как раз Лена привезла Таечку. Аня забирала в гости Петю. Тоже Петя была в гостях. Неделя была очень жаркая, было 33 градуса. И Сережа возил вечером, во второй половине дня, детей купаться. Так что они накупались, но мы с Настюшей были дома. Не знаю, я как-то сейчас спокойно к воде. Хотя помню, раньше в детстве вообще из воды не вылезала. Но сейчас вообще спокойно. Возвращаемся к блинам. Видите, я наливаю тесто на сковородку. И лишнее тесто потом обратно выливаю в миску. Я так увидела у моей подруги Леночки, моей дорогой, из Питера. И мне понравилась эта идея. Блинчики получаются тоненькие. Если я готовлю блины на завтрак, то готовлю из одного литра молока. И получается где-то по два блинчика с кашей. Очень хорошо. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока пекла блины, как раз дети стали уже просыпаться, там Ксюшенька проснулась, каша у меня, конечно, разварилась. Я вообще люблю кашу жидковатую, а тут я больше положила овсянки, она у меня загустела, хотя я уже потом даже добавила молока, чтобы она не была густой, но все равно. Раскладываю кашу по тарелкам, здесь у нас не было Пети и Таи, поэтому у нас меньше народу, а так, кто зашел впервые на наш канал, у нас 9 деток. И сейчас накладываю кашу, и так как я не добавляю сахар в нее, достала малину, которую недавно собирал Сережу, она замороженная. На горячую кашу кладу, и пока кашка остывает, ягоды уже разморозятся и получаются очень вкусные и полезные. Субтитры сделал DimaTorzok Я буду готовить фаршированные перцы. Помню, когда была маленькая, помогала маме с бабушкой чистить перцы именно от этих семечек. Сейчас я все внутри вытащу, а потом помою рис и поставлю его вариться до полуготовности, и будем делать с вами зажарку. Еще надо будет прокрутить мясо. Здесь пришел Андрюша, он сорвал в теплице огурцы и помидор, говорит, будет делать салат для папы. Так что, пока я готовила перцы фаршированные, Андрушенька резал салат. Я уже показывала, что промываю крупы рис, пшено через сит, это удобно. Мне писали зрители, что есть даже какая-то миска специальная для риса, чтобы промывать. Но вот для меня это, конечно, еще одна лишняя посуда, поэтому я воздержусь и пользуюсь ситом. Сейчас промываю перчики. Кстати, перец, который остался у меня на шляпке, я его тоже потом сниму и порежу в пассеровку. Продолжение следует... Порезала лук, отправляю его в сковородку, пока он там обжаривается. Натираю морковку. Вы знаете, я люблю в фаршированных перцах вот этот вот еще бульон. Дети тоже хорошо, кстати, едят вот вместе с перчиком, замечательно. Так что сейчас я натираю морковку, тоже добавлю в сковородку к луку и потом порежу вот здесь как раз на тарелке перец, вот эти верхушки, которые я срезала, тоже порежу кубиками. Все это обжарю и пока сейчас пассируется, рис у меня уже, кстати, сварился, я буду нарезать детям второй завтрак. Сейчас сезон дынь, арбузов, мы чередуем, дыня прям сладкая-сладкая, я сразу ее нарезаю целиком, кладу на противень и Сережа с Андрюшей я чищу от шкурки, они едят вилкой, вот так вот любят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сережа с Андрюшей смешные поменялись стульями, и тому, и тому неудобно, но все равно сидят и едят. Я тем временем в пассировку добавлю вот такую вот зажарку, очень вкусно, но можно добавить еще просто томатную пасту. У меня была вот эта вот баночка, поэтому добавляю. Также сюда надо будет долить водички, я прямо с чайника горячую наливаю, и добавлю половину пачки сметаны. Все это хорошо помешаю, и все, буду уже готовить фарш для перчиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прокрутила мясо. У меня здесь филе бедра индейки, и добавила уже рис. Кто-то любит прям фарш добавить зажарку, но я не добавляю. Сейчас я начиняю уже фаршем перцы, и у меня останется еще немного фарша, и 3 или 2 перца не поместятся в кастрюлю, поэтому запеку в духовке. И еще у меня было 2 кабачка с нашего огорода я разрезала пополам, сделала лодочку, и туда положила фарш. Убрала запекаться в духовку, и минут за 10 до готовки достала, и еще сверху посыпала тертым сыром. Ставлю перцы на плиту, заливаю все нашей зажаркой, наливаю сюда воду из чайника, и накрываю крышкой, и пускай так тушится, минут 40. Я готовила где-то на пятерке, и показываю лодочки, которые я сделала из кабачков, и повторюсь, где-то минут за 10 до готовности я еще посыпала сыром, он зарумянился в духовке, и получается очень вкусно. Ну а здесь проснулась эта девочка Настюша, хорошо поспала, мама успела приготовить обед. Вот такая вкуснятина получилась, кто сейчас тоже за столом, приятного вам аппетита! Поднялась в комнату к старшим девочкам, а Машенька здесь творит красоту раскрашивать по номерам. Маша мне скинула такую картину, говорит, мамуль, закажи, пожалуйста. В общем, я заказала эту картину по номерам, видите, здесь фонарики красиво водят, и Машуля хочет потом повесить эту картину на стену. Машенька еще себе украсила здесь стену такими веточками, листочками, очень симпатично, мне понравилось. Я, кстати, заказала им новые покрывалы, но они шьются на заказ, поэтому они скоро еще придут, потому что вот эти нам короткие. Машенька рисует вот эту картину, а Таечка выбрала себе вот такую вот картину, тоже по номерам. Кропотливая работа, вы посмотрите, какие здесь тонкие есть линии, которые раскрашивать, и мне прям нравится. Смотрите, как интересно получается, красиво. Таечка хочет тоже потом повесить. А нам же наконец-таки забрали отсюда вот штору. Помните, я говорила, рулонная штора падала. Нам забрали вот месяц. Мы ждали, и вот наконец-то в субботу привезут такую уже. И повесят. Ну и также у младших в комнате девочек. Ой, так темно стало. Вот, все. Красоту, Симашуль, очень красиво, умничка. У нас здесь кондей включен, это хорошо, свежо в комнате, окна специально закрыты. А мы выехали сейчас по делам. Сережа днем поспал, а Настюша днем поспала, но еще раз уснула. Ну и хорошо, сейчас поспит, я пока быстро сбегаю, все доделаю и домой поедем. Да, Сережечка? Мы уже приехали домой. Настюша поспала. А я вам сейчас покажу, что нам на днях привезли. Нам наконец-то привезли брусчатку. И я так этому была рада, потому что вот то, что у нас здесь полно песка, это так раздражает. Ладно, сейчас солнце, это все сухое, но когда все это мокнет, у нас здесь глинистая земля и прям ошметки, огромные толстые ошметки на подошве, именно глины. И все это несется в дом. Кстати, мне Сережа собрал полочки для обуви и аккуратно потом здесь составим. Я поняла, что я вам еще этого не показывала. Вот металлический, прям супер. Ну так вот, и мы будем класть брусчатку вокруг дома, то здесь все будет в брусчатке вокруг дома, плюс отсюда будет идти дорожка и прям туда до дороги. Плюс здесь еще будет тротуарная плитка, так что я прям жду, когда здесь будет уже удобно, потому что вот эти вот горы земли, горы песка, прям я уже устала, честно говоря, от них. Кстати, вы писали, спрашивали, смотрите, как у нас сломался Кристинин велосипед. Там внутри что-то стерлось и перестал крутиться руль, Сережа разбирал вчера или позавчера. Вы спрашивали, будем ли мы утеплять цоколь. Вот честно, один специалист нам сказал, что нужно утеплять, другой сказал, что не нужно утеплять. И поэтому мы не знаем, нужно или нет, но по-любому, конечно, со временем, я не знаю, в этом году или в следующем, вот это все нужно закрывать. Но я не знаю, нужно ли утеплять цоколь-то. Кстати, мне писали, что можно еще по домам придумать хранение какое-нибудь. Так что вот, наконец-таки у нас появилась брусчатка, и хотя бы будет дорожка, и вокруг дома вот здесь вот тоже все будет в брусчатке. Ой, здесь столько ромашек, у нас так красиво, птички поют, вообще красота. Уже ветер, когда брусчатку привезли, Сережа все вдоль забора освобождал, как раз сюда все перенес. Да, конечно, в дальнейшем хочется сделать зону барбекю, да, там зону отдыха с качельками. Детский уголок, да, обязательно хочется какие-то качельки, горочку поставить. Плюс у нас еще батут. Кстати, я уточнила у Сережи, сколько лет нашей голубики? 22 года. Мы еще ее никуда не пересаживали, потому что не знаем, пока будем ли в этом году мы стелить рулонный газон, либо в следующем. Вот, вчера к нам заезжала Лена, тоже ягодки собирала. Ой, ягода очень вкусная, сладкая. Голубика. Насчет качелей. Так они у нас и стоят. Помните, я говорила, что мы потеряли крышу? Я в итоге на Азоне недавно заказала, пришла. Ну, тент, да, пришел. Но вообще просто не до этого. Хотя мне прямо очень хочется сесть на качельках и покататься. Что у нас еще случилось с нашими теплицами? У нас, к сожалению, заболели помидоры и начали заболевать огурцы. Мы вовремя не обработали, и помидорки стали болеть фитофторой. Вот сегодня Сережа все это обрезал. Здесь прям целый пакет. Видите, заболевают, заболели помидоры, листики. И даже на каких-то помидорах тоже была вот эта вот болячка. И неизвестно, сами помидоры дозреют или тоже заболеют. Смотрите, сколько их тут висит. Ну, вот знаете, каждый год, мы уже три года за городом, и у нас всегда в августе начинают заболевать помидоры. Но вот Сережа говорит из-за того, что вовремя не обработали. Потому что он их обрабатывал, но уже было поздно, они уже начали болеть. Смотрите, какой большой. Скоро будем свои фаршировать. Вот еще растут маленькие. Ой, прелесть такая вообще. Вот наши огурцы, но тоже говорит, что начинают заболевать. Мы уже столько ведер этих огурцов сорвали. Всем раздаем. Бабушка уже, я не знаю, 9 банок насолила. Это Лена, банки 4. Смотрите, какие перцы интересные. Длинные такие вообще. Это, видите, другой сорт. Прям большие. Ой, как же сейчас чудесно на улице. Не жарко, свежо. Прям красота, красота. По поводу травы тоже не знаем, когда лучше. Или уже оставляют на следующий год, на весну. В мае, да, стелить вот этот рулонный газон. Либо вот, когда брусчатку нам сделают, уже заниматься травой. Но уже скоро сентябрь-октябрь. Не знаю, холода. Приживется ли эта трава. Столько нюансов. Кстати, каждый день опять срываем клубнику. Она у нас ремонтантная. И вот она опять у нас. Смотрите, ой, какая красавица. И такая сладкая-сладкая. Андрюш сегодня целую тарелочку тоже собрал. Ягод. Вон, какая красота. Растет своя. А вот, кстати, бордюрная плитка. Бордюрный камень. Ой, так здорово. Будет так аккуратно. Я уже представляю, как будет красиво. Ну, а на сегодня, дорогие друзья, я уже буду заканчивать свое видео. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. И увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok